Да. Например, у экономистов они уже тоже математизированы? Я про это скажу, да, конечно, вы правы. Есть у экономистов вполне математические модели, да? Есть, есть. Да, конечно. Но если вы думаете, что я полный идиот, я не полный идиот, только частичный. Я это имею в виду и скажу, да. Можно, да? Итак, вы должны найти учителя, он должен вас терпеть, вы должны на него ходить, потом мы с ним должны прийти, наконец, в ту самую долину силиконовую, она же кремниевая, и там еще провести пяток лет, приобрести уникальный опыт создания венчеров, привлечения разнообразных инвестиций, познакомиться с бизнес-ангелами там сначала, потом с людьми, которые, ну, типа Бортника, значит, потом с людьми из РВК, потом, наконец, дойти до Роснано, получая каждый раз на все более проработанный проект, все более серьезные суммы денег. После этого возникает момент, когда все, вы стали предпринимателем, и пора возвращаться на далекую родину. Возникает только вопрос там, не забыли ли вы, где она, в какой стороне находится, а самое главное, а что вы там забыли? Вот беда, вот в чем. Я ничего не имею против людей, я к пониманию с ними отношусь, и они правильно поступают, кстати, если они остаются заниматься этим, там, где они этому учились. Плотной среды в смысле большого количества предпринимателей у нас пока еще нет, хотя многие люди уже приехали, честь им и хвала, и занимаются вот этим деятельностью здесь. И многих из них мы знаем. А плотной среды типа силиконовых долин еще нет. Если что-то будет сколково в 2014 году, может быть, там что-то и будет. А вам что делать сейчас? Поэтому вы обречены по этому способу. Если предпринимательство как искусство, вы должны учиться искусству как положено. Искусству можно учиться только там, где оно уже возникло. Искусство предпринимательства даже в Европе существует очень маргинально, у них большие проблемы с долинами, очень большие проблемы с драйвом, с предпринимателями, с культурой. И поэтому по неволе приходится ехать туда. А далее возвращение на родину становится как бы актом гражданского мужества или выбора некоторого, в общем, который надо обсуждать отдельно, но это не меняет того обстоятельства, о чем я сказал. Поэтому если мы в нашем Отечестве сможем освоить массовый технологизированный подход к подготовке предпринимателя, это будет не так. Но не совсем так. В нем должен появиться какой-то более понятный, прозрачный, воспроизводимый, технологизируемый подход к обучению азам, основам технологии предпринимательства. Значит, нам деваться некуда. У нас догоняющий тип развития. Вот у них эволюционно развивается общество. Причем она только в Штатах Европы, она уже не эволюционно развивается, поэтому у них очень тяжелая проблема. Это отдельная тема, чем отличается их подход. Но им приходится, грубо говоря, сильно вертеться и строить сложные институты, техноплатформы всякие. Вот в США оно там само растет. На свете не очень много мест, где оно само растет. Мы не относим к числу таких мест. И боюсь, что не скоро отнесемся. Поэтому это не наш путь, хотя пока надо пользоваться им. Второе. Значит, можно обучать. Итак, считаем, что мы согласились, что предпринимательным должно быть не каждому. Да, я приводил пример. Парашютистам должно быть не каждому. Нужно быть крепким человеком, нужно иметь кости, мышцы, справку от врача нужно принести, нужно иметь драйв, нужно, чтобы шило было в одном месте, и вы знаете, зачем вам прыгать. В общем, нужно, чтобы у вас была смелость, не все готовы шагнуть за борт самолета. Но если все это есть, и собираются лица, которые могут, хотят, способны, справки принесли, готовы, прыгали, тут наступает момент обучения технологии. Извините, парашют, он устроен так, что ему совершенно наплевать. Холерик вы, сангвиник или фенилкетонурик. Вы должны поступать с ним очень технологично. Поэтому в любом предпринимательстве, как в любой предпринимательской деятельности, в любой человеческой деятельности есть слой технологии, технология должна изучаться строгим образом, осваиваться. Поэтому курс мой называется «Технология предпринимательства». Я не претендую на то, чтобы само оно стало точной дисциплиной. И вообще не хочу обсуждать вопрос, можно это или нельзя, когда это все философия. Мы не занимаемся философией. Пункт номер два. Что касается технологий. Что там у нас с математикой, вы правильно спросили, что у нас там с физикой, с моделями. Наряду с замечательными такими трудами, наряду с гуру менеджмента типа Питерса, очень известного, который проводит жутко креативные тренинги, который, значит, сам из себя театр, сам из себя колдун, и книжки, которые вы читаете, в общем, некоторые любят, а некоторые не выносят. Есть такие строгие оазисы, например, все знают, что есть Рэшка, Российская экономическая школа, ректор физтех. Там у них все в порядке с математикой. В Высшей школе экономики тоже имеется могучая кафедра математики, там есть выпускники физтеха, и все вроде бы нормально. Возникает вопрос, ну а мы не ломимся ли мы в открытые ворота? Может быть, там надо просто пойти туда, найти подходящий курс, заняться математикой тамошней, и все будет хорошо. Когда я вот только поступил на физтех, тут как раз открылся ФУПМ, факультет управления, прикладной математики. Он, по-моему, я поступал в 69-м, он возник в 69-м или чуть раньше. Я пошел через два года на ФУПМ, была первая в истории физтеха совместная научная конференция ФУПМА и кафедра политэкономии, и кафедра философии. Я помню это страшное мероприятие. Там был Иванилов, тогда доцент, вот на него же покойный, который сразу сходу стал в своем докладе излагать несколько математических моделей экономики. Довольно быстро, я сначала наблюдал, что происходило с экономистами, там они бились в подучи, я впервые увидел, как у человека вот пена наступает на губах. Я думал, что это метафора, нет, настоящая пена вот такая вот. Это была ярость. А потом я понял, что ярость не случайна, потому что это были замечательные математические модели, прикладные, но они никакого отношения к экономике не имели, потому что их интерпретация была произвольна. То есть тот факт, что там А означало не ускорение, а какой-нибудь там спрос, это была личная фантазия человека, который разработал эту модель. То есть она, как математическая модель, от этого никакого ущерба не претерпевала. Вы понимаете, что есть математика, есть интерпретация математики. Вот от того, что мы ее не так интерпретировали, ничего не меняется. От того, что эти модели могли отображать экономику какой-нибудь вот вымышленной компьютерной игры, и сейчас, например, на них можно надеть какую-нибудь игру, и там действительно будет в этом смысле экономика. Не менялось то фундаментальное обстоятельство, что математика правильная, но не менялось и то другое, что она никакого отношения к реальной экономике тогдашней не имел. А замечательные математические модели, которые изучаются сейчас в экономикс, они в чем-то устроены похожим образом. То есть там имеется аксиоматика абсолютно четкая, вас никто не обманывает. И при условии выполнения требований этой аксиоматики в эмпирической реальности, эти модели будут вам давать точный количественный прогноз или оценку. Они будут правильно работать. Но если эти аксиомы не выполняются, а среди, например, аксиом значительной части современных экономико-экономических моделей, есть такое представление, например, что все агенты рынка, субъекты, они имеют всю информацию полную, они имеют ее мгновенно, и они имеют ее бесплатно. Значит, из этого следует сразу, что если что-нибудь не так, то эта модель не гарантирует, что ее можно прикладывать к реальности. То есть пункт номер раз. Подавляющее большинство современных экономико-математических моделей относится, скажем так, к предельно узкому частному случаю реальности, но типа того, действует только в сверхчистом вакууме. А мы находимся в воздухе. И покуда вы весь воздух не откачаете, эта модель не будет работать. То есть за редким исключением требуется специальные экзотические, вот находить такие оазисы и анклавы в экономике, где эта модель точно работает. Во всех остальных случаях надо нагружать ее дополнительными предположениями, ограничениями, поправками и так далее, иначе она не работает. Еще раз. Это не ставит под сомнение математическое качество этих моделей. Это ставит под сомнение вопрос о том, что они интерпретируются в терминах, как бы намекающих на то, что это имеет отношение к современной экономике. Западный, Восточный, неважно. В большинстве своем не имеет этого отношения к современной экономике. Умаляет ли это качество модели? Нет. Можно подумать, что математика имеет отношение хоть к чему-то. Вот чистая математика, она вообще не занимается интерпретациями. Она самодостаточна. И Лем в сумме технологий, Станислав Лем, фантаст, говорил, что настоящий математик похож на безумного портного, который шьет одежды для одиннадцатируких, на этих вот с очупальцами. Ну, не осьминог, как его назвать тогда? Элевоног, вот существо. Для, значит, существ, которые, там, могут менять свою форму, размеры, там, значит, для хамелеонов, цвета. В общем, то есть он шьет одежды, не интересуясь, подходят они кому-то или нет. Так вот, значительная часть математики, которая приписывает себя к экономическому знанию, она, как бы, приписывает себя так же, как и Ванилов в модели приписывал. То есть это скорее некоторое обозначение важного класса прикладной современной математики. Эти задачи, чтобы их как-то обозначить, называются экономическими. Это вовсе не означает, что вы быстро найдете такой раздел экономики, к которому они имеют отношение. Это следующее ограничение. Хотя, естественно, люди, которые этим занимаются, очень хотят найти прикладные сферы, где вот была бы реальность, и их модели бы там работали. И если еще пройдет лет, там, 50 или 100, то, я думаю, эволюция будет идти туда, куда она идет. Куда она идет? Она идет в сторону так называемого институционализма. Институционализм в разных вариантах — это систематический отказ от ограничений, диктуемых, так сказать, аксиматическим набором современной неоклассики или маржинализма. Ну вот как построено очень много моделей в институциональной экономике. Отчаянный модельер говорит, а давайте мы откажемся от какой-нибудь аксиомы. Давайте предположим, что да, информация у всех агентов рынка полная и бесплатная, но не мгновенная. Вот у некоторых она там наступает с торможением там Т. И тут же возникает принципиально новый класс моделей, которые делают маленький шажок в сторону реальности. А теперь давайте предположим, что она полная, бесплатная, то есть полная, мгновенная, не бесплатная. Деньги платить. Это получается в издержке. Возникает следующий класс. Вы понимаете, что отказ от любой аксиомы приводит к тому, что вы получаете тут же огромную сферу моделей, которая вообще говоря больше, чем было в исходном разделе. А потом давайте введем представление об оппортунистическом поведении. То есть предположим, немыслимое, страшное, абсолютное, не соответствует никаким канонам математической экономики, что кто-то из субъектов рынка нас пытается ввести в заблуждение. Давайте попробуем описать, как у нас вводит в заблуждение. Например, он дает информацию, да, неправильно. Возникает еще огромный раздел. Вот так идет развитие эволюционной математической модели. Мы не доживем. И ваши дети не доживут, и внуки не доживут до момента, когда, если идти таким путем, математика догонит реальность. Реальность развивается гораздо быстрее. Второе существенное ограничение. Подавляющее большинство современной экономической науки, будь то количественная или качественная, математизированная, или, значит, геометризированная, или она такая полуэмпирическая, она, грубо говоря, описывает экономику в смысле колебаний некоторого, значит, набора макроэкономических величин вокруг равновесных состояний. Вот имеется некий спрос, имеются некие предложения, агенты этого рынка, и вот это все вот так вот, значит, колеблется. То, что называется предпринимательством, в строгом смысле этого слова, а строгий смысл появился, начиная с Шумпетера, примерно. В обыденности люди могут не различать и говорить, что, ну, бизнесмен, ну, короче, предприниматель. То есть, имея в виду, что это примерно одно и то же. С точки зрения Шумпетера, ну, грубо говоря, это отличается так же, как кровообращение от кровотворения. Вот экономика изучает кровообращение. Фиксированное количество кровяных телес, фиксированное количество сосудов, там вот движется определенным образом, там давление возрастает, уменьшается, там происходят разные процессы. Можно усложнять, упрощать, можно тромбы изучать, а можно бестромбное, идеальный, значит, там газ. А вот предприниматель – это кровотворная система. Это там место, это подсистема, откуда берутся ни из чего. Новые кровяные тельца. И там еще другие странные вещи происходят. Предприниматель не тот, который управляет бизнесом, тот, который его создает. Создание бизнеса – это внеэкономический акт. Если создание бизнеса для вас – это вы понимаете, что должно, понимаете, что нужно, и все это покупаете, это не предпринимательство. Потому что вопрос – откуда деньги у вас взялись? Вот. Если даже у вас просто очень много денег, вы заработали их в бизнесе, вам некуда их девать, и вы их кидаете в пустоту, то есть тратите на то, чтобы приобрести все, что нужно, и создать новый проект, это все еще не чистое предпринимательство. Но в реальности у вас нет денег. Вы понимаете, что вам надо построить, вы считаете, что вы хотите открыть новую аптеку. Для этого нужно помещение, договориться с дистрибьюторами, нанять сотрудников, получить там лицензию, допуски и так далее. А у вас нет денег. И банк вам их не даст, потому что у вас для банка нет залоговой стоимости, а банк дает кредит. И тогда вы подаете в принципиально новый мир, когда вам должны дать денег, не как кредит, а просто вот так отдать и все, под идею. Это фундаментальный новый тип деятельности. Ну, грубо говоря, он немножко напоминает производную. Не функция, а производная. Представляете, тот, который создает новый бизнес. Этот новый бизнес вливается в экономику. А в экономике начинается, значит, установление разнообразных равновесий, грубо говоря, там делят, пилят только то, что есть. А в принципиально нового там ничего не возникает. Я упрощаю картинку, но она примерно такова. Поэтому, даже если мы доживем до момента, когда экономика, математическая теория откажется от ограничивающих вот этих аксиом, интегрирует в себя представление, значит, из разнообразных новых направлений, институциональных, когда разовьется в ней теория фирмы, теория организации промышленности, теория институтов, издержек и так далее, если не забывать вот про это, это будет по-прежнему все более точное, все более сложное, адекватное описание колебаний системы существующих бизнесов вокруг разнообразных равновесных зон. Вам же нужно, как предпринимателю, освоить, понять на технологическом уровне создание принципиально нового проекта, который завершается созданием нового бизнеса. И он вливает в существующую экономику. И дальше вот то, что с ним происходит, уже описывается существующей теорией. Но вам неинтересно, что происходит дальше, потому что вы предприниматель. Вы ее продали там стат-инвестору, или вы создали новый раздел рынка и ушли оттуда. Создавать новое. Поэтому любой выпускник, продвинутый MBA, скажет, а, MBA классная вещь, или наоборот, он мне нравится, я за или я против, за ним будущее или нет. Но они все скажут, там не обучают предпринимательству. Там обучают управление существующим бизнесом. Я сильно упрощаю, огрубляю. Под этим названием существуют разные, но в целом, в общем, интегрально вот примерно так. Если мы вам пригласим сюда президента Ассоциации собственников MBA, Юры Тазовы, он вам это тоже скажет. Или других людей. Интегрально вот очень грубо это так. Поэтому проблема предпринимательства в том, что вам надо построить содержательную модель, математическую, в той сфере, где содержательные модели пока еще не построены. При этом тот потенциал математических моделей, которые есть в современной науке экономической, еще раз говорю, он прекрасен с точки зрения математики, он не подлежит сомнению, он строг, замечательен как теория, но он не поможет вам с этой реальностью иметь дело, он вообще не про нее. Предпринимательство это нечто другое. Возникает вопрос, хорошо, условия Рушенбаха мы выполним, математика есть у нас, а у нас второе есть, у нас есть содержательные модели, которые описывают предпринимательство так, чтобы можно было туда в собачьи модели, и вот не каждый раз, на каждом шаге не гробить фирму, потому что, в общем, денег не хватит, и никто вам не позволит, вас в конце концов в тюрьму пасают, застрелят. Но нельзя, нужна модель. Есть содержательные представления или нет? Откуда их взять? Конечно, да, у любого предпринимателя, наверное, есть содержательные представления. Вы можете его позвать, если он согласится, пригласитесь, рассказать. Вот он вам расскажет, вы запишите, формализуете, эксплицируете. Это, конечно же, иллюзия, потому что такие вещи в культуре происходят столетиями. Я привожу обычный пример из первого тома Броделя, где Бродель описывает одного дотошного немца, который задал себе вопрос, сколько лет формировалось понятие капитал в немецком языке. Он там на двух десятках страниц пересказывает двухсотстраничную диссертацию немца, занудного которой изучал. Выяснилось, что этот процесс занял полвека, слово капитал приклеилось к определенному феномену и приобрело статус понятия. И оно стало более-менее общепризнанным, то есть люди договорились примерно, о чем они говорят, когда говорят слово капитал. До этого употреблялись другие слова, они были синонимы. Значит, поэтому вы качественные модели можете извлечь только из культуры. Либо они там уже есть, либо давайте расходиться, потому что мы можем поговорить на эту тему, но нам неоткуда взять содержательные представления о том, как устроен предприниматель, вынуть эту технологию, сделать математическую модель и работать. А нам надо работать сейчас. Я не предлагаю вам пополнить ряды института изучения предпринимательства, который через 30 лет создаст качественную модель. Я вам предлагаю сделать успешную карьеру и опираясь на те вещи, которые в культуре уже есть, постараться через полгода очутиться в предпринимательском проекте. То есть условия Рушенбаха номер три. Вот математика, или по крайней мере строгая модель. Вот качественные представления о предпринимательстве, условия номер два. И вот, наконец, вы попали в реальность, И там, опираясь на первое, используя второе, быстренько делайте карьеру. Вот здесь, наконец, я дохожу до того, зачем нужен наш курс и чем он будет отличаться от других. А, значит, если мы найдем такие же, мы сразу с ними сольемся. То, чем занимались мои коллеги, я больше 30 лет, я про это рассказывать вам не буду, вы можете это выяснить там из интернета, и мы отдельно можем где-нибудь встретиться для интересующихся. И мы стремились понять, есть или нет уже в существующей культуре данной нам, в классических работах экономистов, социологов, политологов и так далее, готовые качественные представления, на которые можно надеть математическую оболочку и прямо сейчас здесь пользоваться, которые помогли бы нам освоить технологию предпринимательства. Ответ в результате этих 30 лет, да, есть, практически они готовы, и можно ими пользоваться. Сейчас институционализм, как вот сфера, в которой вырабатывается представление о том, как устроен предприниматель, существует под таким названием, ну, порядка века. Считаю, что само понятие институтов вел Комманс, великий американский институциалист, до сих пор не переведенный на русский язык, и это было в работах его там конца 20-х, начала 30-х годов. А фактически основоположником институциализма являются там три человека, самый главный первый из них это, не пугайтесь, Карл Маркс, который вел впервые представления об институтах, он называл их формациями. Потом то же самое, независимо от него, сделали два человека, которые между собой вообще не разговаривали, друг на друга не ссылались, они жили одновременно. Это два великих, как считается, социолога, Макс Вебер и Эмиль Дюргейм. Эмиль Дюргейм называл то же самое социальными, идеальными типами называл Вебер, социальными типами называл Дюргейм. И они, в общем, более строго ввели то же самое представление. Чем занимался самый первый из них, если в двух словах, Карл Маркс? Он сказал, перед вами находится объективная реальность, которую вы должны как предприниматель познать. Самое близкое понятие из классики, которую он нашел, в философии, это понятие отчуждения. Самое близкое из науки это собственность. Вот собственность это система отношений, которая и является предметом предпринимателя. Собственность устроена определенным слоистым образом, так же, как физическая реальность устроена определенным слоистым образом. У вас имеются атомы, молекулы, у вас имеются жидкости их течения, твердые тела, кристаллы. И вы, когда работаете с физической реальностью, вы налетаете на эти свойства в определенном порядке. Точно так же собственность устроена внутри себя вполне определенным образом. Она повторяет историю становления человеческой деятельности, и в ней имеются древние слои, например, собирательство, производство предметов потребления, производство орудий труда, и имеется современный слой. Самый современный слой, с которым сталкивался Макс, назывался капитал. Капитал это была вершина деятельности людей за всю историю человечества, когда люди научились делать такую вещь, которая сама себя расширенно воспроизводит. Фокус-покус. Если у вас есть капитал и вы капиталист, то он все время работает так, что вы можете с помощью этой вещи сделать все, что угодно. Это волшебная палочка. Вы можете там, грубо говоря, купить или заказать, создание, построить себе город, яхту, трубопровод, прибор, купить себе, значит, оранжерею, где на севере у вас будут расти пальмы, но все, что угодно. Пожалуйста. Но для того, чтобы это не было разовым мероприятием, вот вы купили, и все сломалось, а вы разорились, вам нужна такая волшебная вещь, которая позволяет вам произвести, и поиметь, создать любую вещь, и при этом она еще сама себя расширенно воспроизводит. Вот это вот верхний слой собственности, с которым сталкивается предприниматель. И до сих пор. Марк сказал, создавая предпринимательский проект, я чуть-чуть его уточняю, вам придется иметь дело со всеми слоями собственности, которые есть, при этом в обратном порядке. Вам придется начинать с самых современных и идти вглубь. Вот последовательность их дана объективно, она закономерна, вы не можете ее изменить. Прыгать нельзя. Вы не можете чудесным образом перескочить через что-то, оно вам даст в задницу, догонит и даст. Вы не можете оставлять тылу партизан, эти партизаны вам покажут, что вы ошибались. Почему Маркс занялся капиталом? Просто он понял, что предприниматель тот, который не готов конкурировать на рынке капиталов, это тот, который хочет управлять капитализацией своего капитала. Но Маркс еще не ввел понятие капитализации, но фактически оно там есть. Капитализация, как понять, насколько я точно не помню, но по-моему оно есть у Виблиена, это другой американский великий институционалист, который писал в те же годы, у него есть в 1904 году, замечательная работа, на русский язык переведенная, называется, по-моему, «Теория предпринимательской фирмы». Она не толстая. А? Теория делового предпринимательства. А, вот типа этого, да-да. Там он о капитализации фактически говорит.